всем привет мне надо понять слышно ли меня пожалуйста напишите меня в чат есть да спасибо сейчас должен появиться экран еще раз всех приветствую сегодня на открытом уроке который посвящен теме персонам и сиджем в работе аналитика сейчас проверю что получается да спасибо что пишете в чате что у меня слышно видно презентацию видно это отлично тогда погнали как уже сказала тема открытого урока персоны сиджем в работе аналитика тема такая достаточно скажем так пограничная да поскольку я не раз за урок сегодня скажу что напрямую бизнес-аналитика эти вы они не касаются все же нам с ними приходится сталкиваться вести урок буду я улетима жумова войти очень давно до 2009 года занимаюсь бизнес-анализом вот сейчас нахожусь на позиции продуктов занимаюсь развитием направления битве платформы форме в общем-то там развитие продукта вся продуктовая деятельность недостаточно близко поэтому все что связано с продуктом а так или иначе могу привносить скажем так жизнь работу в бизнес-аналитика ну собственно в том числе я являюсь преподавателем на курс отус и некоторое время назад начала вести свой телеграм-канал а поищу тогда некоторые свои мысли на тему бизнес-анализа продикт-менеджмента поэтому если интересно по qr-фото хотите подписывайтесь значит что у нас сегодня будет с вами на вебинаре мы познакомимся с вами себе рассказала сейчас будет слайд где-то прошу познакомлю вас написать о себе немножко расскажу немного об отусе что это что это за компания чем мы занимаемся и дальше пойдем по основной теме семинара который будет построен на освещении трех блоков начнем с вообще понимание ца сегментации далее проговорим про персоны далее проговорим про сиджем дальше познакомлю вас с нашим курсом который посвящен бизнес-аналитики и команды курса что за преподаватели о чем мы рассказываем да несколько коснемся карьерной информации все что касается бизнес-анализа и востребованности на рынке ну и немного порефлексируем буду ожидать от вас некоторую обратную связь расскажите пожалуйста немного о себе в чатике напишите как вас зовут откуда вы вообще какой ваш уровень бизнес-анализе какой опыт работы войти и какую цель вы преследовали как-то записывались на мероприятие я пока немножко подожду я думаю что не задержка не на руках в комментарии так окей я либо не вижу либо вы не пишете скорее всего наверное пишите если несложно напишите на вот ирина да спасибо на 7 лет бизнес-аналитик за расширение круг озора дмитрий операционный директор 10 лет войти познакомлюсь платформу отпуска вечером отлично алексей два года войти ребят спасибо что написали поддержали ясно то есть у нас есть больше опыта и меньше опыта войти окей пишите я зачитаю по ходу поедем дальше значит по правилам вебинара но у нас правила вебинара здесь на открытых уроках такие что говорит только спикер с вами я могу общаться путем переписки в чате если есть какие-то вопросы прям по ходу пишите пожалуйста в чат а зачитаю вопрос озвучу вот собственно говоря такие у нас с вами правило вот еще представилась валерия москва на веб-дизайн чуть меньше года интерес а из-за желания развивать кругозор отлично значит об опихе он успеторизируется на вообще обучение конкретно изначально создавался именно на до сих пор работает именно на айти обучение специальности связано связанных войти вот это я хочу потом обратно перелистать по направлению курсов вообще изначально все было сказано с разработкой очень много очень много различных курсов посвящен разным языкам разным уровнем разработки в том числе в школе очень много курсов которые касаются бизнес анализа управления проектами вообще в принципе управления данных точки зрения бизнеса тестирование так далее то есть очень много разнообразных направлений да и покрыты курсы как от самых начальных уровней так и до прокачанных для сендеров и для отдельных курсов для качества навыков лидером команд вот вообще оттуда является как бы но имеет образовательную лицензию поэтому все все курсы которые мы проходим они в итоге заканчиваются диплом и повышение квалификации и имеют зачет с точки зрения а скажем так плюсиков либо перед когда вы перепрофилируетесь либо когда повышаете свой грейд школа очень большая очень много преподавателей очень много разнообразных курсов поэтому за эти шесть лет просто невероятное количество число учеников прошло да вот по цифрам это 20 тысяч плюс круто очень выстроены собственно говоря как и сами процессы которые выстраивали как бы как устраиваются курс как работать с преподавателем как работать со студентами поэтому за столько лет получили очень много практики вас прошу в чатике написать три циферки до 1 если вы уже вот уже были учились а два если не учились но об отусе слышали и 3 если вообще впервые слышишь такой вот тогда не учились мы слышали о нас да смотрю пишет ирина дмитрий а вот еще и вы к нам присоединился в москва войти больше десяти лет отлично окей об отусе много кто слышал ванерия впервые знакомиться с отусом от на самом деле очень много как бы имеется соответственно пиар программу да и очень много известных кругах я знаю что в эти компаниях советуют именно вхождение курса в отусе потому что но лично как преподаватель курсов посчитаю что мы очень плотно работаем над программами окей сегодня на тема открытого урока наша персоны си джем а вот значит вебинаре построила на такой цепочке да которая друг у друга вытекает то есть я бы хотела понять с вами да что есть целевая аудитория продукта я здесь вам ничего не открою но целевая что потом знание своей целевой аудитории сегмента своей целевой аудитории она приводит к тому что мы можем на основе этих данных но в смысле на основе этих знаний построить персоны дальше мы познакомимся что такое персоны я дам как бы шаблонные примеры этих персон и попытаемся разобраться а вообще если вы бизнес аналитика эти персоны вам нужны и как вы можете их использовать и дальше перейдем ну как бы к самой сложной теме который касается как и пользователя вот и собственно говоря моя цель вебинара разобрать вообще бизнес аналитики работают ли си джем в каком ключе они работают вообще стоит ли это как-то инструмент глубоко узнать сразу скажу что ну чтобы оправдать ваши ожидания от вебинара прям глубоко разбирать что такое си джем до каждую полоночку я расскажу под карту си джем да и расскажу из чего состоит персона так чтобы мы могли за эти полтора часа очень подробно буриться там сами посидеть и поделать то и другое мы конечно же не сможем то есть занятие будет более обзорное чтобы скажем так разобраться где кто из команды например за эту зону отвечает и как мы как бизнес аналитики туда можем как мы туда можем влиять но да хоть и тем она не является обязательным с точки зрения скилла бизнес аналитика не вегерс не байбок не пишут о том что бизнес аналитик должен знать эту часть поскольку она по большей части касается либо продуктовой разработки либо маркетинга но все таки да если мы как бизнес аналитики работаем в продуктах или проект которые особенно нацелены на продажу товаров и услуг на розничную на битуси развиваем такие продукты то нам это знать будет полезно потому что тогда мы можем более качественно понимать как нам улучшать какие-то бизнес показатели в целом вся тема которая сегодня посвящена она дает понимание того кто вообще наши клиенты и более того как на них влиять а бизнес аналитику что нужно забраться только какие-то проблемы бизнесу устранить как какие-то показатели повысить в том числе и принципе в принципе моя практика показывает и не только моя практика практика Например, всех преподавателей, которые вот у нас идут на курсы по бизнес-анализу, показывают, что все мы в прошлом в бизнес-аналитике, все мы сейчас продукт-менеджеры, да, то есть из бизнес-аналитика рост в менеджере продукта, он, ну, достаточно частый, в том числе я об этом слышу на рынке, поэтому, как бы, а для продукт-менеджера знать то, о чем мы говорим, нужно от слова обязательно. Окей, целевая аудитория и сегментация, да, для того, чтобы, в принципе, просто начать говорить о том, что есть переставленный седжерный инструмент, хотелось бы начать с базы, с базовой, возможно, очень капской, но о которой почему-то бывает, что забывается, что у любого продукта, по которому мы работаем, есть целевая аудитория. Даже если мы работаем на внутреннем проекте, с внутренней командой и пишем какой-то софт, посвященный, сейчас секунду, окошко, секунду, софт, посвященный, ну, какой-то внутренним людям, да, которые это будет использовать, они, само на нас целевая аудитория, и мы должны их понимать и относиться к ним, как действительно целевая аудитория. В общем-то, чаще всего этот термин, конечно же, звучит, используется в маркетинге, да, в рекламе для того, чтобы обозначить некоторую группу людей, которая будет потенциально пользоваться нашим продуктом. Но само по себе определение целевой аудитории, она очень широкая, да, пусть можно, ну, достаточно, это не одна группа людей, да, их несколько групп людей, поэтому для того, чтобы качественно работать с целевой аудиторией, ее понимать, ее нужно разделять на группы. И, как минимум, нужно знать, что целевая аудитория, она бывает как основной, так и косвенной, и влияние как бы на ту и на другую очень важно с точки зрения продукта, да, то есть основная – это те, кто конкретно пользуется нашей услугой или, ну, те, кто там взаимодействие с нашим бизнесом инициирует. И косвенно те, кто сами могут этот продукт, скажем так, не купить, но могут влиять на решение. Ну, давайте приведем какие-то примеры, да, основной косвенной аудитории. Если у вас есть такие примеры, пожалуйста, напишите в чате, который в голову приходит. Я пока не смачу ворву, знаете, буду часто пить, потому что я долго разговариваю, в голову очень сильно присыпаю. Из-за отопления. Есть примеры основной косвенной аудитории. На самом деле даже не обязательно знать продукт, есть просто самые популярные, собственно говоря, жизненные кейсы, когда как бы основная аудитория одна, а косвенная – это другое. Пациент для клиники основная – это поставщики анестезии косвенная. Интересный вариант снабжения – это начальник участка. Максим. One, two, я не учитываю, что это значит. Дети, родители. Вот это очень классический пример, да, он у меня с пациентом в клинике, и с анестезией нравится. Мне в последнее время на вебинарах я часто на медицинской тему, не знаю, почему простакивает. Собственно говоря, почему дети, родители – это хороший пример. Мы с женой тоже хорошие примеры, да. Например, они из-за моих клиентов, которым разрабатывали леком проект, они занимались... О, Господи, вспомнить бы чем. Цветами, что ли. Ну, чем-то таким. В общем, там тоже было интересное представление о том, что как бы там есть любовницы и жены и так далее. То есть муж, жена, родители, дети. Дети являются воспотребителем, допустим, нашего контента, наши услуги, либо товара. Но сами они нам не платят. Платят за них родители, да. И нам нужно влиять не только на детей, но и на родителей. И здесь и та, и другая аудитория для нас будет очень важна. Ну, вот, к примеру, менеджер по продажам продает, бухгалтер оплачивает счет. Да, наверное, но сам бухгалтер может вас, наверное, выбрать как целевую аудиторию, поэтому, мне кажется, несколько некорректный пример. Возможно. Если бухгалтер выбирает услугу, то тогда этот пример может быть. Вот снабженец и начальник участка, это скорее, они обе аудитория, посвенная, ну, возможно, это будет посвенная, потому что начальник участка может на выходе влиять на решение или принимать его, ну, слушай, принять, принимать его окончательно. В принципе, вот этот вариант снабжения с начальника участка, там, да, или, там, бухгалтер, в основном, как основную аудиторию, рассматриваем, я позже приведу к примеру. Окей, дальше. Когда мы понимаем, что аудитория есть основная и посвенная, далее ее очень важно сегментировать, потому что, как бы, она огромная. Эти всю аудиторию нам нужно разделить на группы, которые обладают схожими характеристиками. Самая популярная сегментация, она идет, ну, это не очень, конечно, корректно, но, как правило, очень часто делят именно так, про, ну, каким-то социально-экономическим признакам, по-демографическим, психографическим и так далее. Ну, наверное, мы много слышали, там, не знаю, женщина 35 лет, там, двое детей и так далее, замужем, кредит, да, то есть как описывают по целевой аудитории. Это имеет право на жизнь, это действительно сегментирует очень крупно. Но своего потребителя хотелось бы знать, ну, скажем так, более точными мазками, чем такая сегментация. Но она нужна, она обязательно, потому что нам нужно понять, как на каждый из компетных сегментов влиять. Мы не можем влиять одновременно одинаковыми подходами на всю целевую аудиторию, да, потому что, например, с того же самого примера, снабженству, ему нужно одно, а начальнику участка ему нужно другое, и нам надо понять, как на это влиять, и на того, и на другого. Окей, давайте разберем, ну, вообще, про сегментацию, про целевую аудиторию, кто, собственно говоря, зачем, когда за нее отвечает. Вообще, как правило, это зона маркетинга. Маркетинг понимает свою целевую аудиторию, маркетинг сегментирует, как-то туда думает, как влияют туда рекламы и так далее. Каким образом делают сегментацию? Как правило, это мозговой штурм, который на основе данных делит как-то нашу аудиторию. Ну, иногда и не на основе данных, да, там, выдумываем из головы тоже наши сегменты. А данные для сегментации, они берутся, например, с анализа рынка конкурентов, да, или вообще просто с анализа рынка. Проводятся опросы, анкетирование, исследования. Это часто количественные исследования, да, некачественные они, в принципе, везде. Берутся данные продаж, там, за последнее какое-то там количество лет и составляется понимание, будем корреляться с продажами. Либо для онлайн это различные сервисы типа Яндекс.Метрики, Гугла, либо такие системы, как вот SimilarWeb, которые именно занимаются статистикой онлайн-ресурсов. И оттуда, ну, как бы мы понимаем, за нами чаще всего с помощью меток и всего остального следят. И мы, когда пользуемся различными ресурсами, она знают, по крайней мере, все там полувозрастные характеристики. Ну, и в том числе, с чем мы интересовались. Это все-таки сервисы статистики знают, эту всю информацию при подключенном счетчике выдают, да, и оттуда, ну, здесь можно потерпнуть, в общем-то, огромное количество данных. В каком формате, как правило, сегментацию-то описывают, да, ну, какая-то презентация, либо какой-то текст в описании, кто наша аудитория. Делать это с самого начала, ну, то есть, когда затеивается какой-то бизнес, какое-то дело, какой-то продукт, как минимум обязательно мы понимаем, а кому вообще это будет нужно, да. Но на этом это не останавливается, поэтому, с точки зрения, как только начинаются продажи активного действия, дальше нужно эти сегменты уточнять. И, как правило, ну, именно, я говорю, уточнять, да, они начинают делиться на более мелкие секторы, на более уточненные части. Вот, если говорить про роль бизнес-аналитика, то, собственно говоря, вот в сегментации, в целевой аудитории, как правило, он не участвует. У нас есть такая определенная данность, да, но если это, ну, какой-то, ну, работаем на открытом, скажем так, продукте или проекте. Также другая ситуация может быть такая, что мы находимся на внутреннем продукте, а, как правило, внутри, ну, да, мы пишем, да, какую-то ассортивную внутри компанию, то здесь уже ситуация такая, что там, как бы, маркетинга нет, никакой там сегментации целевой аудитории нет, и какое-то, какое-то там минимальное понимание, да, кто будет пользоваться и так далее, нам нужно составлять, например, самим. Либо другой пример, да, вот, например, я работаю в компании, которая занимается заказной разработкой, к нам приходят клиенты, заказывают определенные там заработки, эти системы, но мы и коммерсом занимаемся, вот, и нам тоже надо понять их бизнес, вот, и, к сожалению, часто, ну, как бы, нам приходит какое-то понимание, ну, что вы там, продаем это, это, не знаю, наши потребители, такие-то компании, то есть на верхнем уровне, и нам нужно хоть как-то клиенту понять, понять, как же выставить у него и коммерс-система так, чтобы она подносила там на выходе результат, мы проводим тоже там определенную попытку поменять аудиторию, и каким образом мы, по крайней мере, это делаем, сейчас я покажу на следующих слайдах. Я показываю эти примеры к тому, как бизнес-аналитики могут, как бы, сегментировать и описать аудиторию, чтобы там не упарываться в то, как это должен сделать по-хорошему маркетингу, да, например, это из практики для B2B, мы выделяем два момента, выделяем профили предприятий и профили самих представителей, то есть мы хотя бы понимаем на уровне того, кто, какие компании будут пользоваться будущим продуктом, например, это может быть описано даже так поверхностно, да, там какие-то там крупно-актовые компании, зачем они будут пользоваться, как они, как правило, покупают, какая у них там основа поведения. Эти данные мы в своей практике берем, ну, как бы, разговаривая с компанией, то есть, а все там внутренние, по возможности людей, которые нам могут на это ответить, ну, соответственно, и там гуглим на рынке, пытаемся понять, кто это такие. Но в B2B нам мало понимать, ну, мы должны понять не только, кто такие компании, все-таки компании против B2B компании, но покупают в любом случае люди. Дальше очень важно понять, кто представляет, да, эту аудиторию. Вот, например, мы описываем, кто по факту будет пользоваться будущей, ну, кто покупает, кто будет пользоваться будущей IT-системой, да, вот, например, менеджер по закупкам, инженеры и так далее, да, то есть мы можем понимать, что есть, конечно, закупщики, вот, у них свои есть цели, но есть инженеры, которые это оборудование заказывают, у них есть другие цели, им нужно понять, что это за оборудование, им нужно понять, там, какими обладают качествами, покрывают ли они потребности, которые есть. Вот, менеджер по закупкам надо, не знаю, отсрочки, скидки, наличие и так далее. И, по крайней мере, хотя бы в таком-то личном виде мы для себя описываем. Следующий пример – это просто пример из розничного интернет-магазина, который мы создавали. Ну, таким образом мы описывали представителей целевой аудитории. Здесь очень сильно помогал клиент, потому что он хорошо знал свою аудиторию, да, он там, музыканты, любители новички, что им важно при выборе товара, как они себя ведут и так далее. Это классная штука, потому что, когда вы начинаете, например, только въезжать в проект и в него работать, это помогает, ну, чуть разделить аудиторию, ее проблему, ее потребности и понять, с каких точек на нее начать влиять. И если у нас нету описания сегментов, нету маркетинга и так далее, по крайней мере, в таком ключе мы можем описать свою целевую аудиторию. Да, конечно, без проведения каких-то там, не знаю, качественных, количественных исследований это, возможно, неправильно, но лучше так на самом деле, чем никак. И, соответственно, вот этими описанными, да, там, материалами пользуется дальше вся команда. Пользуются дизайнеры, пользуются командой, которая проектирует, аналитики, менеджеры, потому что это помогает нам в том числе и вести переговоры с клиентом. Да, если клиент говорит, я хочу, не знаю, такую-то фичу, или давайте вот так поднимем интерфейс, мы, ну, как бы, чтобы договариваться, можем оперировать к тому, что, там, например, основная у них аудитория такая, и хочет она, ну, как бы, в потребности другие, и надо выставлять в акцентные места совсем любые штуки. Сейчас я посмотрю, понятно, какой дальше слайд. Это то, что касается такого верхнего уровня, его понимания, аудитории, как ее можно разложить, как с ней можно поработать. И я надеюсь, там, приведенные в жизни примеры, которые мы используем, они вам помогут, если такая, как бы, задача перед вами стоит. Ну, как я уже сказала, это такое крупное описание, да, как бы, сегментов покупателей. Дальше, дальше, для того, чтобы эти сегменты несколько сделать для себя ближе, могут составляться персоны пользователей. Персоны – такой некоторый собирательный образ группы покупателей, да, ну, созданный на основе каких-то данных. Он должен быть реально каким-то более реалистичным, обладать какими-то там личными качествами, четкими целями, но все же быть собирательным образом, да, вокруг какой-то группы. По-другому еще называют персону, там, портретом, аватаром, персонажем. Это, в принципе, все об одном и том же. Но почему я сначала вам рассказала про сегменты, да, а потом мы с вами говорим про персону. Потому что персона, она составляется на сегмент, а не на всю аудиторию. Невозможно уже всю аудиторию описать всего лишь одной персоной, поскольку это будет, ну, непреректно. Возможно, есть какие-то узконаправленные бизнесы, где достаточно узкие сегменты, да, и такое действительно существует, но это крайне редко. Поэтому, как правило, персона на всех должна быть не одна, да. Невозможно в одну персону загнать снабженца и начальника участка. Дмитрий, надеюсь, еще что я использую ваш пример, потому что мне он очень, как бы, понравился, да. Невозможно написать в одну персону, там, ребенка, как потребителя нашего, там, продукта или услуги, и родителя. Персона. Ну, вообще, из каких данных, как правило, состоит персона, да. Ее одушевляют, дают ей фото, имя, пол, возраст, описывают род занятий, опыт, да, его в контексте продукта, взаимодействия, в контексте предметной области или самого продукта, взаимодействия с самим продуктом. Добавляют какого-то контекста, да, от того семейное положение, доход, не знаю, куда ездит в отпуск и так далее. С каких устройств он заходит, ну, как, как правило, с мобильных, там, с дефтопом и так далее. Какие его цели в контексте продукта, какие свои проблемы он хочет решить, переходя на наш продукт. И какие-то проблемы и ограничения в рамках продукта. Вот все, что здесь со звездочкой, оно обязательно для описания персоны. Все остальное опционально. Ну, вот, пример, описание действительно, ну, как бы реальные, реальные персоны. Персоны, по-моему, составлялась для интернет-магазина книг. Она, ну да, собственно, она хочет купить книгу. Почему персонам дают фотографии? Фотографии помогают, ну, что-то как-то более оживить, и, ну, как бы, запоминаем визуально глазами, как-то к этому человеку более близко, что ли, начинаем относиться. Действительно дается какое-то реальное фамилия, имя. Ну, все, они, конечно, выдуманные, но они даются и так далее. Персоны помогают оживить нашу группу покупателей и понять, как к нему относиться. Вообще, достаточно активно и много. Раньше говорили о персонах, особенно с точки зрения, ну, во-первых, это наше дело в дизайне. Сколько стали делать персоны для того, чтобы как-то там для себя, не для себя рисовать дизайн, да, а для тех людей, которые будут пользоваться. Затем это все перешло в продукт. Вот, сейчас могу сказать, что персоны, они несколько избиты стали настолько, что к ним, как к инструментам, стали неверно относиться. Ну, скажем так, заполняют ради того, чтобы заполнять, и ту цель, которую изначально возлагали на персоны, они стали терять, потому что поверхностное заполнение, оно не приводит к целям и к результатам, и несколько этот метод, наверное, сейчас дискредитированный, могу даже так сказать. Вот, но все же, да, если говорить о работе в аджайловых командах, которые там разрабатывают продукты, они тоже часто используют метод персон, и его, и над ним работают. С точки зрения персоны, да, как правило, за персоны отвечает либо та продуктовая команда, которая пишет, либо ресерчеры составляют, ну, UX, которые исследованием занимаются, либо маркетинг. Опять же, персоны – это сугубо мозговой штурм на основе данных, да, и там никакой сервис его не сгенерирует. То есть мы с одним счет понимаем свою аудиторию, и по каждому сегменту описываем то, какими качествами в основном обладает эта аудитория. Конечно, это делается на основе каких-то аналитических данных, которых мы собирали, да, например, со тех же самых сервисов онлайн-статистики, по которым я ранее говорила, ну, и проводится глубинный интервью, ну, как раз, да, для того, чтобы описать персону. Это по-хорошему, да, но по-хорошему, если ресерчеры это так делают по, были популярными, даже так сказала, то это составляется на основе какого-то там собственного понимания, либо, да, у нас, которые выклевывают сервисы статистики. Вот, ну, а персоны могут быть описаны, опять же, с помощью презентации, ну, вот, да, у нас такой же картинки, либо ведутся в онлайн-сервисах типа Миро, не знаю, Фигма и так далее, составляется какой-то персонализированный образ. Опять же, когда составляется? Как правило, уже во время работы над проектом, над продуктом. Конечно, есть мнение, что это нужно составлять заранее, но, на мой взгляд, достаточно сложно заранее получить такое количество данных, на котором можно свои персоны составить. Хотя, если такая возможность имеется, мы эти данные можем откуда-то собрать, получить, получить глубинное интервью, то это можно сделать, да. Но надо понимать, что глубинное интервью – это нельзя, в смысле, это уже, это очень трудоемко, и проводить сотни их тяжело. А все-таки персона, она складывается из определенных, ну, какого-то массы посещений, и это может быть в ходе работы над проектом более качественное понимание, какими-такими данными обладает, собственно говоря, персона. Как я уже сказала, да, где на практике персона используется, активно используются дизайнерами, активно используются в командах, у продуктовых командов. Если смотреть с точки зрения бизнес-аналитика, то, например, по тому же BI-блоку можно увидеть, что это один из техник, ставит такой навык бизнес-аналитика, как на персоны заинтересованных сторон. Ну, то есть бизнес-аналитик должен обладать навыком и понимать свои заинтересованные стороны через персону. Хотя это достаточно интересная и очень размытая трактовка, потому что заинтересованные стороны – это достаточно широкое понимание, да. А, как правило, персоны, они касаются потребителей нашего продукта. Но, по крайней мере, я не знаю, я на практике, например, не встречала, что мы составляем персоны из других заинтересованных сторон, то почему бы нет, почему бы не составить персоны по всем заинтересованным сторонам, да, по тем же самым представителям заказчика, если это нам поможет понимать, собственно говоря, как над тем продуктами или задачами, с которыми мы работаем, работаем. Вот. То есть если подытожить с точки зрения персон, то бизнес-аналитик будет с ними работать, если он работает в продуктовой команде, и там есть персоны. Вряд ли бизнес-аналитик будет составлять ее сам, но пользоваться для информации, принимающей аудитории и для дальнейших работ – это 100%, потому что там вся команда должна проникнуть в эту персону, и мы, когда думаем о каких-то фичах, о каких-то доработках, о каких-то показателях, должны пропустить это сквозь понимание этой персоны, подойдет ли это вот тому образу, который мы описали, либо это сугубо наша там выдумка и хотелка. Дальше. Где взять шаблон, если хочет заполнить персону? А я по ссылочке про QR-код сейчас, наверное, на ссылку еще просто спросу. Если вдруг надо составить персону, есть такая задача, это как-то сделать по-быстрому, для себя, для того, чтобы понять. Я предлагаю использовать, например, простой бордовый шаблонный персон, который я вам сейчас участвую. Но такие сервисы, как Miro, Figma или Behance, если поискать подключеный запрос персон, выдают миллион вариантов разнообразных заполнений этих персон. Красивеньких, дизайнерских, которые можно там сделать очень-очень классно оформленными. Пожалуйста, да. Но, опять же, да, я почему я даю текстовый вариант? Потому что я подозреваю, что бизнес-аналитику задача не по красоте там все собирать и классно оформлять, чтобы это как-то поменять для себя. то текстовый формат для этого дела очень хорошо подойдет. Ребята, давайте я тогда здесь остановлюсь. Задайте, пожалуйста, свои вопросы, если они у вас есть там проперсованы про аудиторию, и будем двигаться дальше. Либо про то, как вы сталкиваетесь с этим, какие проблемы возникают, у нас тут точно подробно я сказал. Ну, вижу, что пока вопросов нет. Хорошо, если вопросы есть, пишите, я остановлюсь. А прочитаю, расскажу дальше. Дальше идет CJM. Это еще называют карты пути или путешествия пользователя. По сути, это какая-то визуализация, которая представляет типичный путь пользователя, вернее, точки соприкосновения пользователя с брендами из компании. А с момента осознания потребностей и до повторных коммуникаций. Здесь важно, да, что CJM – это не то, как пользователь ходит по нашему продукту, не то, как он переходит по интерфейсам, не то, как на какие кнопки он двигает. Именно это точки соприкосновения с брендом и онлайн, и офлайн. Я об этом подчеркиваю его специально, потому что я видела, что не раз, что CJM, и когда строит, строит это как, ну, действительно, не знаю, переходы между, там, не знаю, зашел в каталог, зашел в карточку, потом попал в казину, потом попал в чекал. Это не так, да. CJM – это вообще не об этом. CJM – о том, как пользователь будет себя вести и в какой момент он вообще соприкоснется с компанией. На машине поедет, баннер увидит, да, не знаю, откуда-то вспомнит. То есть от начала, да, от самого… Здесь очень классное данное определение, что именно от точки, когда только потребность, он свое осознает. Когда свою потребность осознает, он может и не знать, что решение его потребности будет продукт. Поэтому CJM – это просто огромная большая штука, которая описывает поведение, потребности пользователя, вырубляет туда точки, где он будет взаимодействовать с брендом, даже после покупки. Сейчас я об этом чуть позже еще расскажу. Собственно говоря, как выглядит CJM? Есть шаблончики, мирочные. Есть шаблончики дизайнерские, есть просто таблицы. Я вам сейчас скину несколько ссылок. Может быть, вы их встречали. Это не мои, сразу скажу. Это примеры ребят, которые занимаются исследованием. Да, эти CJM составляют на коммерческой основе. Но это открытые данные. И там просто приведены, я считаю, что потрясающие классные примеры, которые можно попотыкать для того, чтобы понять, что это такое CJM. Даже это в мелком масштабе, вы видите, что если это приблизить, то это огромное количество информации и шагов. Это даже, кстати, маленький CJM, могу сказать, очень маленький. Потому что, если по факту смотреть, это вот пример чувака Станислава Костолёва, который CJM качает достаточно давно. Я вам в конце ещё нашего вебинара дам ссылочки на дополнительные статейки и материалы. У него есть видос ещё в Ютубе. То, как выглядит CJM, это обезличие, но реально. Представляете, сколько здесь стадий, сколько здесь деталей и нюансов. Поэтому CJM – это вообще огромная работа. И вот так оно в реальности выглядит. Это, конечно, серьёзный, большой и монументальный труд составлять карты пяти пользователей. Что я здесь ещё хочу отметить, что CJM всё-таки используют как описание движения по интерфейсам, но это начинают называть не кастом-межорный мэп, а юзер-межорный мэп. И сужают это всё чисто до использования продукта. Такое тоже допустимо, чтобы описать поведение пользователя в рамках взаимодействия с нашим продуктом, с интерфейсом нашего продукта. Можно говорить, что мы составляем не CJM, а юзер-джорный мэп. Разница здесь в том будет, что те же колонки, которые мы используем, можем использовать, но мы понимаем, что мы всё с вами коммуникацию просто выкидываем и делаем чисто на интерфейсах. Но это опять, скажем так, некоторые извращения с точки зрения того, как подтянуть метод CJM под работу уже с интерфейсами продукта. Почему я до этого рассказывала какую-то длинную цепочку аудитории, поскольку CJM составляется, опять не для всей целевой аудитории, CJM составляется под персоном. Это важно. Невозможно описать одним путём. Всё. Поэтому вот эта вот агентальная огромная табличка настроится для каждой пришлой. Что важно при построении CJM? Ну и при прочтении, скажем так, CJM. Почему я говорю, что при прочтении? Потому что бизнес-аналитики в сайте CJM вряд ли будем строить, но вот пользоваться такими материалами мы можем пользоваться. Это может быть в продуктовой команде, в которой мы приходим, и нам надо уметь её читать, как-то с ней жить. Обязательно CJM разбивается на стадии. стадии это вот эти верхние колонки, да. Вот ходит, билет, покупка, ожидание рейса, это вот будут стадии. Обязательно эти стадии выделяются. Далее идут строки. Ну вот такие идут строки. Вот мы видим, да, их много, их разное количество бывает. Вот эти строчки, они делятся на несколько зон. Я их называю так. Первое, да, есть зоны индивида. Это всё, что касается действий чувств и эмоций персоны. Что мы на этой стадии, какие у неё есть цели, какие у неё есть проблемы, да, что она делает, какие эмоции, какие эмоции испытывает. Ну, то есть, например, вот, да, учёшь поиски билетов. Что делает человек, чтобы найти билетов. Что он от этого хочет, какие-то там получить. Какие у него есть эмоции, там, не знаю, ищет, видит, дорого, расстраивается и так далее. Дальше. Мы отражаем взаимодействие, точку взаимодействия персоны и бренда. Это какие-то точки контакты, драйверы и барьеры связаны именно с точки зрения уже того, как бы человек себя вёл взаимодействие с нашим продуктом или с нашим брендом. Ну, в общем-то, где здесь мы сейчас мы взаимодействуем. Точки контакта. Здесь вот опыт клиента, что ещё есть. А, рекомендация, это другой блок уже. Зона решения это какие-то выводы. Выводы уже не наши, да, не то, как себя чувствует, нет, не то, что он нам говорил, а то, что вы выводы в этом этапе сделали сами. То есть, какие-то гипотезы для улучшения мы написали, какие-то комментарии тогда проделали. Например, цитату, как-то помечили важность этапа, насколько он критичен с точки зрения пути клиента, насколько важно здесь корректно всё отработать, и он такой, финальный, посредственный или так далее. Ну, и кто отвечает из нас, из команды непосредственно за эту стадию. по факту вот выделение вот этих стадий и вот этих колонок, это, я могу сказать, по факту один из самых сложных, вернее, даже один, но один из самых сложных точек, потому что правильно эти шаги выделить, это корректно, это одна из, один из путей к успеху, потому что мало там писать цитаты понимания, надо правильно по этому пути пройти, поэтому здесь такая, выделила слайд, чтобы понять, какие типовые стадии можно выделить для того, чтобы, ну, если первый раз садить с СССР и сделать, то, в принципе, использую вот эту подсказку по стадии, по крайней мере, можно хотя бы там 60% так скажу, да, угадать. то есть всегда в стадии начинает, в самой первой стадии, это то, как пользоваться от потребностей осознолет, ну, то есть что он делает, ну, там, например, поезд, билет, да, чем-то путешествует, я захотел поехать в отпуск, не знаю, теперь мне нужно найти билеты. Далее, то, как человек себя ведет, да, как он ищет, как он пытается решить свои проблемы, о чем он делает, куда он входит, в поисковики, не знаю, ногами по улицам или еще что-то. Дальше мы рассматриваем стадию, то, как человек принимает решение о покупке, какие моменты он там, а какие моменты для него важные решения, как куплен, например, может выбрать какой-то телевизор, ну, условно, телевизор, а потом ходить и искать во всяких других магазинах, лучшую сцену, скидку или промо-код. Дальше стадия самой покупки. Она достаточно, может быть, тоже большая, разбитая, да, на то, что мы делаем заказ, или звоним онлайн и так далее. Здесь обычно по стадии выделяют еще там оплату, получение, товар и доставка, потому что это все касается каких-то точных взаимодействий непосредственных грамм. Окей, но купил, оплатил, доставили, пользуйся классно. На этом не заканчивается. Хотя, в принципе, тут уже самим продуктом цифровым, да, помните, можно взаимодействовать. Но как с брендом он продолжает взаимодействовать, потому что он начинает пользоваться тем, что он приобрет. И при использовании продукта тоже возникают какие-то точки, какие-то недовольства или еще что-то. То есть мы пытаемся рассмотреть дальше, что происходит. И там есть там точки контакта. это может быть поддержка, какой-то паспортажный обслуживание, которое в дальнейшем может еще клиенту пригодиться. Возврат, возвращение на повторную покупку на какую-то подписку или, не знаю, адвокация бренда. Но это имеет в виду рекомендации и так далее. То есть по факту, смотрите, если говорить, что мы бы делали какой-то там интернет-магазин приложение и так далее, то с точки зрения вот самого цифрового продукта здесь половина этих стадий касается, а еще половина взаимодействия как бы понимания уфлайнов идет. Поэтому вот по крайней мере думая об этих стадиях можно CGM построить гораздо шире, чем использование только цифровой продукт. CGM такие популярные вопросы есть. Опять же, кто делает? Маркетинг я здесь написала, но, честно говоря, реже всего какие-то продуктовые команды здесь очень занимаются потому, что он помогает особенно, когда продукт уже развивается, искать какие-то проблемы, чтобы ставить какие-то гипотезы. CGM составляет опять же мусковым штурмом, забирается, собираются в кубинете, начинают CGM думать. Но здесь ключевое важно, что если по сегментам могут закрыться и думать маркетинг внутри, то для того, чтобы корректно составить CGM, лучше покупать какие-то дополнительные отделы, потому что продажи, продержка, логистика, они все касаются точек взаимодействия с клиентами. Всех с ними нужно работать, потому что они на своих зонах точно так работают с клиентами. Способ построения CGM это однозначно глубинный интервью, КСД в период тестирования. Обязательно. То есть CGM построить на основе каких-то количественных методов вопроса анкетирования и методов онлайн статистик его фактически невозможно. Нужно разговаривать с людьми, много разговаривать с людьми, чтобы составить этот типичный путь. Это единственный способ качественного построения CGM это реально проводить интервью. Глубинный интервью, интервью, который связан с решением о попытке, осознанием потребности. и так далее. В каком формате как правило CGM строится? Это естественно классическое. Это онлайн, это какой-нибудь Miro или какая-нибудь Figma. Ну и есть хардхорные способы построения CGM прям доской со стикерами. ребята так упаривают и занимаются в стену, обклеивают и все там куча и куча стикеров, но это, конечно, моментально долго и достаточно ну, это реже всего встречается, потому что меняется, это нужно как-то жить вот с этим, поэтому используют онлайн-сервис. Строить во время работы. Практически неразможно построить CGM заранее. Ну, это только будет в контексте, потому что опять же, на чем провести глубинные интервью, можно, конечно, но в любом случае CGM уже работает тогда, когда работает бизнес и работает продукт. Для чего вообще использовать CGM нахитивы встроить, да? Здесь хочу такую важную сказать ремарку, что CGM он не решает проблем пользователей. Бывает такое, что типа сейчас мы составим карты кучи, и тут мы поймем где основные проблемы, тут же мы порешаем. Нет, конечно, это не так, да, потому что проблемы мы там увидим, но проблем пользователя мы там не решим. Но CGM он может показать точки роста и выявить проблемы, да? Мы можем понять, что на всем пути проблемы есть на этапе доставки и там товар производит плохо, не вовремя, и люди больше не хотят потом контактировать с нашим продуктом дальше. Это на самом деле даже один из реальных примеров, потому что интернет-магазин могут продать доставки, качество упаковки и так далее, и после этого во вторную покупку люди не возвращались, соответственно, показательный магазин не достигал. На основе CGM возможно генерировать гипотезы, как влиять на метрики продукта и так далее, потому что там подсвечиваются какие-то проблемы. Что важно для бизнес-анализа, что вот эти стадии CGM, которые мы видим, не все, конечно, которые касаются продуктов, они используются как основа для юзер-стори-мэпа. То есть, если используется юзер-стори-мэпа, мы в команде работаем с ней, то то, что мы видим, опять же, на верхушках, то, что мы видим, как самую дженерал, самую эпик юзер-стори, она как раз-таки касается, как правило, стадии CGM-а. И если есть CGM, то юзер-стори-мэп на основе ее строить легче. А если есть то и то, соответственно, это нужно между собой матчить, иначе это будет разница, да, пути пользователя одни, вот, а у юзер-стори-мэпа получается живет сама по себе. Ну и, соответственно, на основе того, что происходит CGM, может номероваться гипотез, да, и формируется бэклод доработок продукта, и не только доработок продукта, да, еще и процессов компании. Я об этом еще раз подчеркну, да, потому что по факту CGM может выявить проблемы, вообще далеко не связанные с, например, цифровым продуктом. CGM может выявить проблемы внутри процессов компании, которые нужно пофиксить, и там будут не какие-то интерфейсные наработки, не новые ключи, а понимание, что нужно где-то, на каком-то этапе категорично править то, что происходит внутри компании, например, в работе полцентра и так далее. что здесь я еще не сказала по поводу бизнес-аналитика и то, как он с CGM работает. CGM может быть прекрасным для начала пониманием того, как вообще в принципе себя ведет потребитель, да, он может показывать какие-то точки, да, где действительно можно прикладывать улучшения. Ну, то же самое важное, что нам может дать CGM, показать, где, в каких местах можно что фиксить для того, чтобы поулучшать бизнес-показатели. С точки зрения там менеджеров продукта, это потрясающий инструмент, который позволяет расширять бутло, который помогает расширять гипотезу. И поэтому, если мы, как бизнес-анализы, умеем это читать, умеем с этим пользоваться, умеем с этим работать, умеем на основе этого строить гипотезы, это классно. Но еще раз повторюсь, вряд ли отдел бизнес-анализа или бизнес-аналитики пойдут и будут это строить сами, потому что это огромная работа для других людей. У бизнес-аналитики на это тупо, а как бы нет времени. Но он может о таком инструменте, не знаю, наникнуть, но с другой стороны, если вдруг стоит задача построить юзер в сторону по крайней мере уменьшить cgm до юзер в сторону мы можем и понять, по крайней мере, как двигаются пользователи с точки зрения нашего продукта. по шаблонам. Сейчас копирую. Если вдруг нужно заполнить, здесь открывала такой табличный вариант, этим пользуюсь, когда мне нужно заполнить для того, чтобы не использовали карнирочные доски и так далее. Можно использовать миро, если вам понадобится, возьмите на заметку, но и миро, и фильмы есть прям заготовки под cgm, когда вы вставляете готовый темплейт, в готовом темплейте уже работаете. Он там красивенький, оформленненький, ну, в таком где-то примерно варианте, ну, собственно говоря, это правило колоночки, туда клеятся стикеры, заполняются, да, пожалуйста, можно использовать миро, но, опять же, есть проблемы с досками, доступностями, комментариями, вот, если нужно, пользуемся cg, cg, гугл диском, здесь, опять же, с помощью эмоций можно всеми же вставлять просто эмоджи, картинки сюда, и то же самое добиться и просто используя Excel, поэтому нужно делиться, пользуйтесь этим инструментом. Ну, собственно говоря, про cgm я попыталась рассказать какую-то вводную часть, как вы поняли, что это такое, как туда смотреть, а как мы как бизнес-аналетики можем использовать. Если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, в чат, что нужно еще пояснить, как бы понятно, непонятно, я постараюсь еще что-то дополнительное рассказать. Окей, я увижусь, пока идем дальше. сейчас я немного расскажу про наш курс про бизнес-аналетику. Оговорю сразу, что части, которые касаются построения cgm и персон на курсе как лекции не рассматривается, потому что у бизнес-аналетики просто тонн знаний, которые нужно передать через курс, но посленно через лекции и дополнительные материалы мы это проходим, мы занимаемся скорее большим плацепированием, чем персоны на это время не тратим. Поэтому я решила в том числе провести по этому поводу открытый урок, для того, чтобы об этом рассказать, потому что, на мой взгляд, вот эту зону соприкосновения бизнес-аналитика с перстонами и с cgm люди что-то замалчивают, хотя некоторые случаи я знаю, как-то я так буду настоять в путь, чтобы был бы удивлен, что от него ожидалось по крайней мере знаменитым инструментом. Окей. Курс бизнес-аналитик в IT, про который я рассказываю, да, хотя, наверное, лучше перейду на лэнди, длится пять месяцев онлайн. Как это все проходит? Проводится вечернее время онлайн вебинары раза в неделю по полтора часа. Где? В Zoom. Проводим это все в Zoom. Вы коммуницируете там с преподавателем, подключить от вебинара там можно разговаривать с преподавателем голосом, и, наверное, время лекции выяснять различные вопросы. Также мы все еще коммуницируем дополнительно в каналах Телеграме, на протяжении всего курса задаются любые вопросы преподавателю, он вам будет отвечать. Я вам так могу сказать, что после курса чатицы с преподавателем остаются живыми, можно будет и потом закончить курс писать, что-то попросить и помочь. А курс предусматривает дофига домашних заданий, то есть наша цель такая, чтобы вы научились не только теории, но и все делать руками. Проходим модуль, и даже в части модуль может быть несколько домашних заданий, когда мы пробуем тот инструмент на практике. В начальных курсах, когда мы там виза-самаре сделали, вот CGM и персоны, кстати, входили в рамках этого курса, в том числе даже была домашка по описательному кейсу, вместе строили персону и CGM, но потом эту часть выбрали из курса, потому что есть дополнительные навыки, а тем часов у нас не хватает. Значит, из чего состоит собственно говоря программа, да, вообще курс классно построен с точки зрения реальности работы над реальной задачей, да, мы начинаем прямо от начала до конца погружаться и заканчиваться, вот если представить, что мы пришли в новую компанию, в новый продукт, что нам нужно делать, и вот начиная там ниточка, тянуть за ниточку, мы выстраиваем путь, только в реальности это было бы в жизненной ситуации, да, то есть все начинается с того, что мы вводный модуль, он вообще мы разбираемся с тем, типа, кто бизнес-аналитик такой, разницу с системным аналитиком, с бизнес-аналитиком, определяемся, какая роль у него, ну, как бы в команде, в разных командах, в разных процессах разработки, для того, чтобы было лучше себя динфицировать и понять, за что бизнес-аналитик отвечает, за что он не отвечает, и где вдвое смежных перемешков другим модулям. Далее, классный модуль про то, как погрузиться в предметную область и как научиться общаться с экспертами, как начать вообще хоть как-то работать над новым для себя, над новым для себя продуктом. Далее, разбираемся с бизнесом, с бизнес-контекстом, проблемами, процессами, понимаем бизнес, понимаем, что такое метрики, как вообще там, это все разложить до точки, когда нужно, ну, как бы, выделять какие-то бизнес-цели, да, это очень классно, могу сказать так, что часть курса по бизнес-анализу не содержит эту штуку, а это крайне важно, потому что мы измеряем бизнес-аналитики, мы должны понимать, что болит у бизнеса, мы должны понимать, как это что-то можно измерить, да, а потом понять, как это решить, а не просто там делать решение. И да, то есть мы пытаемся выделить из всего, из проблем, это все правильно описать, поставить цель для того, чтобы перейти к решению, для того, чтобы уже прокачивать, как бы, идти дальше к проработке этого решения, да, который уже состоит из чего, да, что мы работаем с требованиями, да, модуль, но посвящен тому, как требования выявлять, как их фиксировать, как это, в каком формате, как работать с изменениями, проводим практически занятия с этой штукой. Окей, требования собрали, разные, функциональные, нефункциональные, дальше будет блок, который будет посвящен проектированию любого решения. С точки зрения архитектуры, с точки зрения интерфейсов, с точки зрения MPP, roadmap, мы попытаемся из всех более проблем, требований, которые есть, собирать, ну, собирать, уже описывать решение, да, то, как прийти к решению, у кого это делать, его прообраз. Дальше. Блог посвящен тому, как декапазировать задачи, как бизнес-составить, взаимодействовать с командой разработки, как писать задачи и так далее. И дополнительные лекции, они посвящены уже сборке, презентации, демонстрации этого всего, скажем так, нашему заказчику, да, что еще важно с точки зрения курса, что на протяжении всего курса, помимо домашних, мы еще работаем над сквозным кейсом. То есть, с самого начала по модулям нам выдаем дополнительную информацию и получается мы работаем как бы над реальным проектом, решаем там реальные проблемы нашего сквозного кейса. Каждый индивидуально будет составлять свою работу и защищать ее в конце курса. То есть, если мы собираем требования, мы учимся это в рамках бумажки, которая не связана со сквозным кейсом, но еще параллельно каждый работает над своим сквозным кейсом для того, чтобы защитить диплом. То есть, по факту, получается, все эти пять месяцев вы практически испытываете, прокачиваете свои навыки и подготавливаете эту работу, которую, например, если вы новичок, вы можете использовать даже как пример при собеседовании, потому что там реально самые нотации, требования, все, мы там будем писать, и вы это посмотрите на практике, а не только сугубо в лекционном формате. Окей, пару слов о преподавателе. Я являюсь преподавателем, да, я себе не буду рассказывать. Арина, она системный аналитик, у нее большой опыт в такой, уже в более там хардкорной разработке. Она много преподает, в том числе на курсах бизнес-системного аналитика, очень мощный опыт и программ. Дальше, Миша, Миша руководитель нашего курса и автор всей этой истории. У нее тоже широченный опыт, он в том числе тоже подойдет на курсах системного анализа. Он очень много выступает на конференциях, он ведет свой канал цифры, буквы, очень много посвящается бизнес-анализу и преподаванию. Просто, не знаю, я считаю, что бриллиант, спасибо Миша за наш курс. Это человек, который должен очень многому вас научить. Ваня, тоже очень давно войти, сейчас работает, если не ошибаюсь, в Билайне, но он чисто из Телекома. Еще интересно, Ваня, он прошел еще такие харккорные испытания гастовых, ТЗ и всего остального. Вот об этой лекции он рассказывает классно, и он очень много преподает по бизнес-моделированию. это Денис. Интересно, что Дениса в практике в том числе и есть разработчик. Да, у Дениса классное мышление, разработческое. Очень структурно все подает, опыт реально дофига, делится своими знаниями, очень, кстати, дотошно относятся к домашкам и с студентами переписываются до последнего, пока не добьет точного понимания, потому что там студент домашку понял и сделал правильно. Ну, кстати, с точки зрения выступлений, Денис, и я тоже на конференциях связанных с бизнес-моделированием выступаем, ну, достаточно, скажем так, много. Очень хочется нам делиться своими знаниями. Так, ну, что я еще не сказала по поводу того, как это проводится. Дальше. у вас есть кабинет, в котором будут приложены все материалы. Да, то есть мы проводим лекцию, лекция записывается, на следующий день эту лекцию уже выкладывают в кабинет, который можно пересмотреть, выкладываются презентации, все нужно, дополнительные материалы, ссылки, какая нужная, а что нужно будет для того, чтобы потом посмотреть еще раз это все. Про домашку сказала, про вопросы преподавателей сказала, преподавателю можно мучить на протяжении всего курса, ну, два дня, вторник, четверг, по вечерам, в будущее заняты. Я вам так могу сказать, наши студенты очень подпустить, освободите на каникулы, потому что мы устали получать столько информации. Действительно концентрировано, это действительно много, и пять месяцев это прям хардкорная портная работа, если честно. Далее, карьерный блок новостребованности в профессии бизнес-новить. Кстати, есть очень интересная лекция в рамках курса, она посвящена тоже, значит, подготовке резюме и в некотором обзоре вакансии. Она интересна тем, что мы каждый раз под новый запуск просматриваем, что происходит с вакансиями и разбираем там, ну, кто сейчас, какой из навок более популярен, да, стал потребность работодателей, где завуалирован системный аналитик, где бизнес, но не войти, и так, чтобы можно было научиться в этом огромном количестве вакансий и разбираться с точки зрения того, где-то подставы немножко попалькивают, а где, в общем-то, классные требования и так далее. Но бизнес-аналитика в вакансиях разных площадок достаточно много. Почт-маркетинг собрал такую информацию, что, ну, ХХ показывает в исследовании, что где-то там от 40 тысяч начинается бизнес-аналитик без опыта и средний бизнес-аналитик 1-3 года, опыта 170 тысяч. Но мне кажется, ХХ здесь несколько завышает. Наверное, я бы эту цифру назвала 140, но никакие есть цифры. что требуют вакансии рекрутодатели, да, вот если здесь посмотреть, вот если хорошую штуку затрагивать, опыт работы с Giro, Concluent, Figma и Miro. Сейчас, конечно, сейчас некоторые проблемы с реагентацией в Concluency, и мы пробуем перевести на Notion, попробовать, но мы хотим, чтобы наши студенты использовали реальный продукт, поэтому с Figma, конечно, мы не работаем, поскольку мы интерфейсами рисуем, но в Miro мы работаем, и мы стараемся создавать какой-то инструмент, сейчас говорю, с Concluency проблему, мы приводить на ношу, чтобы студенты пробовали там его использовать для того, чтобы к концу курса понимали, что этот инструмент используется уверенно, чтобы реально 5 месяцев приходится и плюс от потребности обучения. Так, представим дальше. навыки анализа описания бизнес-процессов. По бизнес-процессам у нас идет целый модуль с нотациями, с домашками и так далее. Сбор требований, да, требованиям посвящен блог, где мы разбираем, что такое ФТ, ФТ, какие на ФТ собирать, и разбираем, что такое пользование, что такое бизнес-правило для того, что такое типы требований в главе сложилось, дальше как их выявлять, как их описывать. про нотацию я уже сказала, да, мы разбираем, что здесь еще интересного. Вот здесь такая классная штучка, иметь хорошие навыки формирования презентации, у нас уже лекции посвящено тому, как сделать презентацию, как провести демо, как защитить то, что мы как бизнес-аналитики сделали. Окей, в принципе, я заканчиваю уже сегодняшнюю нашу историю, кратко вспомним, что мы сегодня сделали, да, мы, как бы, я проговорила, что такое ЦА, как она обучение инвентируется, и показала, как мы на практике это сделали, и как можно это сделать самому, используя легких инструментов. Проговорили про персоны, и для чего бизнес-аналитик может для себя использовать эти персоны, и то же самое проговорили про Сиджем, показала вам несколько примеров этого Сиджема, рассказала про стадии, надеюсь, у вас сложилось такое непонимание, как это Сиджем можно там почитать и для себя использовать, ну и проговорили, как это может быть полезным с точки зрения бизнес-аналитика. Вот, обещала еще дополнительные материалы почитать, давайте я вам с презентацией скину, потому что, насколько я знаю от открытых уроков презентации не высылают, поэтому я вам скажу в чат, кому интересно, вы сможете до себя это сейчас скопировать и забрать, вот, чтобы далеко не ходить. Ну и есть совет по книжкам, это про Сиджем, потому что прям про персоны, прям отдельных книг нет, там про ОЦА, про сегменты, всю эту маркетингу давать не хочу, но вот из этих книжек, да, как бы, я считаю, что обязательно почитать нужно самый первый продукт, который купят, потому что это вообще, в принципе, меняет, ну, как бы, заводит мышление такое продуктовое. А вот путь клиента и найдет более быстрый маркетингу, это такой хардкор, с точки зрения Сиджем, если почту, можно эти книжки штурмовать. А дизайн портретского обыта, ну, это интересно, с точки зрения, у нас есть дизайнеры, я тоже считаю, что книжки можно почитать. Классные вообще есть мысли. Окей, про курс, про тот лендинг, который я показывала, вот на него есть ссылочка, давайте я еще раз скину, если вдруг интересно. Прочитайте, что у нас там есть в составе курса. Ну, и жду от вас вопрос, если какие-то появились, и скидываю сейчас вам ссылочку на вопрос, рада от вас получить обратную связь, даже если я вас разочаровала от что-то другое от этой лекции, пожалуйста, что же об этом напишите, обратную связь она преподавателю всегда должна любая. Вот, в целом я закончила, жду от вас вопросики, если вопросить не будет, вы не знаете. но пока я вижу, что вопросов нет. Ну, окей, значит, будем завершать. спасибо всем за внимание, за то, что вы ввели время на сегодняшний открытый урок, запись открытого урока через некоторое время будет доступна и можно будет пересмотреть. Вот, ну, собственно говоря, все, на этом я с вами говорю, до свидания вам, хорошего вечера и завершаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.